Глава Волосовского района подвел итоги за 2014 год и рассказал о планах на 2015. Отчет о проделанной работе администрации Василий Рыжков представил собравшимся 25 марта. В присутствии главпоселений, депутатов законодательного собрания, местных предпринимателей и жителей, глава района отметил основные направления работы администрации. Экономическое развитие и муниципальное образование является важнейшим фактором, определяющим возможности повышения уровня жизни населения, пополнения местного бюджета и решения многих задач в социальной сфере и сфере муниципального хозяйства. Как было отмечено в презентационном докладе, в прошлом году удалось увеличить объемы производства и сократить безработицу. Это позволил сделать районный бюджет, который составил более полутора миллиарда рублей. По сравнению с 2013 годом он увеличился на 93 миллиона. Но и возросли его расходы на 12%. Страты имели социальный ориентир. Денежные средства направлялись на образование, развитие культуры и спорта в районе. Как и в прошлые годы, бюджет имеет яркую социальную направленность. На образование, социальную защиту населения, развитие культуры и спорта направлено более 70% всех расходов, консолидированных бюджетом. Более половины бюджетных средств было направлено на реализацию четырех муниципальных программ. Важными задачами были и остаются развитие сельского хозяйства и промышленности. Уделяется внимание развитию малого и среднего бизнеса, который сейчас находится в приоритете и у правительства региона. По заданию Волосовской администрации был подготовлен учебный курс для развития предпринимательской деятельности. Такую меру поддержки будут оказывать и в этом году. Также в отчете отметили и развитие школьного образования, здравоохранения, демографии и социального обслуживания населения. После глава района ответил на вопросы присутствующих. Жителей города интересовало, продолжится ли в этом году ремонт проспекта Вингисара. Мы выделили средства в объеме 25 миллионов рублей из средств правительства Ленинградской области. Мы аккумулировали свои денежные средства. В общем, в объеме порядка 50 миллионов рублей мы планировали тратить на ремонт проспекта Вингисара. Подняли жители города и давнюю тему о строительстве виадука, которая ранее на собраниях администрации уже обсуждалась. Глава района отметил, что вопрос этот неоднозначный и требует взаимодействия всех уровней власти. Он зависит не только, наверное, не по стольку администрации района, сколько от финансовых возможностей железной дороги правительства Российской Федерации, правительства Ленинградской области. С нашей стороны, вы знаете, что при общественных слушаниях, когда мы проводили общественные слушания по проекту реконструкции железной дороги, мы эти все вопросы обозначали. В принципе, они были поставлены как одним из основных. Плюс к этому мы еще ставили вопрос по шумоизоляционным экранам на территории городового высоты, потому что жить в таком шуме тоже сегодня невозможно. То есть все вопросы эти были прописаны и записаны по результатам общественных слушаний. Но, к сожалению, сегодня из-за финансовых возможностей, насколько я полагаю, приостановлено строительство и биотека, который, в принципе, был начат при реконструкции этой дороги и заморожен. Проект на путепровод существует, он не прошел экспертизу. Экспертизу не проходят только потом, потому что сегодня средств на геостроительство нет, а экспертиза, как вы знаете, через три года утратит все свои решения. Глава Большеврудского сельского поселения Татьяна Лустенкова отметила необходимость программы по развитию сельских территорий. Благодаря этой программе ряд семей Большой Вруды уже получили субсидии на жилье. Наше поселение с 2013 года участвует в программе устойчивого развития сельских территорий. В 2013 году у нас получила свидетельство на субсидии на приобретение жилья. Одна семья получила, в прошлом году две семьи у нас получила, в этом году уже три ушли именно по устойчивому развитию села. И будут еще люди, семьи будут. То есть, я хочу сказать, что устойчивое развитие села, очень живая программа. На сегодняшний день Волосовский район развивается достаточно стабильно. Нет ни одной сферы, где не было бы достигнуто положительного результата. Как и в прошлом году, бюджет будет иметь социальную направленность. Сегодня многое сделано, и надо бы это придавать сегодня гласности и доступности населения. И мы убедились, что за этот год администрация не стояла на месте, полноценно сделала шаг вперед в развитии района. Может быть, конечно, сегодня те районы, которые своим трудом достигают своих результатов, у них больше результатов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова